Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Кстати, название происходит от персидского языка «Шахмат. Властитель умер». Родиной шахматы является Индия. На Руси шахматы появились примерно в 9-10 веках. Шахматы – это настольная игра на 64-клеточной доске, на которой располагаются 32 фигуры. Играют два партнера. Цель игры заключается в том, чтобы поставить мат королю противника. Считается, что игра в шахматы способствует развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления. В Кашхабльском районе существуют клубы и секции шахмат. Как давно в нашем Кашхабльском районе стали заниматься таким видом спорта, как шахматы? Ну, вы знаете, шахматы – это очень древняя игра. И точно сказать, что действительно, после войны, когда война закончилась, занимались очень хорошо. Особенно подъем, такой бум шахматный, можно сказать, был середина 50-х, до 70-х идут. Значит, такие спортсмены, бывшие, в районе их все знали, одни были всесторонними. Можно отнести Вакажев, Мума, Этлешев Борис, Этлешев Асангири, Дзигаштов, Казаров Рамазан. Они неоднократно являлись победителями, тогда называлась не республика, а область, были чемпионами области. На сегодняшний день, вот, шахматы, день, Международный день шахмат, ежегодно районный спорткомитет с помощью администрации района проводит ежедневный турнир. Оно называется «Личное первенство района по шахматам, посвященное Международному дню шахмат». В нем принимают участие, ну, это мало, конечно, до 20 человек, ну, в этот раз 8 человек приняло участие. У нас в районе, значит, по нашим отчетам, за всего шахматами занимается около 442 человека. Из них у нас в детской спортивной школе Кашкабльской, значит, имеется отделение шахмат, в котором работают, значит, 4 секции. Всего занимаются 93 человека. И наши юные шахматисты тоже неплохо выступают в республиканских спартакиадах, участвуют наравне со взрослыми в турнирах, преднелогодний турнир, дню физкультурника, тоже активное участие принимают, мы их как-то приобщаем. Поэтому любовь к шахматам, она сохраняется. И вот буквально мы провели в этом году тоже районное первенство, посвященное Международному дню шахмата. Значит, приняло участие 8 человек, и победителями турнира по итогам стал наш ведущий шахматист на сегодня района, кандидат в мастера спорта Геккетлев Девлетт, второе место занял впервые депутант Мамухов Каплан, и третье занял тоже один из ветеранов шахмат Шикалов Руслан. Но они поделили третье место вместе с ветераном Каракаевым Амином. Значит, два человека, они по четыре очка набрали, значит, призером были вручены денежные, за первое, второе, третье место были вручены денежные призы. Турнир прошел нормально, люди довольны. Конечно, хотелось бы привлекать более, чем больше, потому что это очень доступная игра, любимая игра, древняя игра. Как Вы думаете, количество тех, кто занимается шахматами, с каждого года увеличивается или уменьшается? Значит, надо быть откровенным, что в связи с тем, что, наверное, и наша вина там есть, но мы всегда сообщаем, проводим много. Вот достаточно в этом году, если по календарному плану взять, от шести до восьми мероприятий, в том числе районных, республиканских. Ну вот освещение, итоги, вроде бы мы освещаем это, но все-таки хотелось бы больше, если честно говоря, хотелось бы больше, потому что это очень доступный вид. Ну, будем привлекать. Чем больше мы будем проводить эти соревнования, турниры, тем больше будем освещать в средствах массовой информации. Я думаю, об этом показывает, что число молодежи, детей увеличилось. Хотя, может быть, число взрослых, оно на том уровне осталось, но хотелось бы, потому что желающих очень много. А возрастная категория в основном какая? В шахматах нет. Вот я в детской спортивной школе, например, занимается уже с первого класса. Даже моя внучка приходит, с первого класса ведет, у нас преподаватель есть, значит, Сергеева Казимира Николаевна. Она очень кропотливо занимается, с первого класса талантливых отбирает, у нее хорошие результаты. И вот с первого класса от семи до взят ветеранов за 75 лет занимается. В общем, возрастная группа охвачена нормально. Нормально охвачено занимается. Единственное, надо больше привлекать, рекламировать. И это недостатки тоже есть. Но в целом шахматы на хорошем уровне, на достаточно хорошем. Администрация очень хорошо помогает. Любые соревнования она финансируем. Шахматный класс специально, вот вы видите шахматный класс, где дети занимаются. Турниры, когда погода не позволяет, вот здесь проводятся турниры. То есть условия вроде бы есть, условия нормальные, так что грех жалуется. Затем главный специалист США Аслан Агержаноков выделил тех, кто принимает активное участие в различных соревнованиях. Среди вот таких на уровне республиканских соревнованиях у нас выступает Гукетля. Он, кстати, в прошлом году он стал чемпионом республики. Кандидат в мастера спорта. Он давно занимается шахматой. Шикалов Руслан. Вот сейчас молодые появились. Вот Мамухов Каплан, который занял второе место. Сохов Адамс Глечепсина. Потом еще среди ветеранов активное участие принимает Каракаев, Аминь, Кашоков. Принимает хорошее участие. Охват очень большой. Но в основном на республиканских соревнованиях у нас выступают Гукетля, Гукетля, Сохов. Это среди мужчин. А среди женщин тоже есть хорошие шахматисты. Мы их тоже привлекаем. Потому что там командные женщины, мужчины есть, занимаются. Правда, женщины хотелось бы, чтобы больше привлекали. Они приезжают на турниры, но мало. Вот на последнем турнире, в прошлом году, две женщины из Натыргова принимали участие. Кроме этого, у нас охваченные еще мы отдельно проводим среди людей с ограниченными возможностями. У нас мы проводим в районе, и потом они, команда, лучше едут на республику. Вот в данном случае 13-го в Майкопе состоится тоже республиканские соревнования среди людей с ограниченными возможностями. Поэтому, вот по стратегическим данным, у нас из этой категории, значит, занимается, ну, любят шахматы, участвуют по отчету 35 человек. Вот из них в возрасте от 6 до 18 лет 2, 2 человека. То есть, ну, стараемся, чтобы люди, независимо от возраста, независимо, значит, от физических возможностей, потому что это, я еще повторяю, доступный и очень любимый вид спорта, древний вид спорта. О планируемых мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню в шахмат, он сказал следующее. 20-го, вот Майкоп будет проводить в субботу 23-го республиканское личное первенство по шахматам, посвященное, значит, вот этому мероприятию, дню, международному дню шахмат. От нас, значит, победитель у Кетля будет защищать часть нашего района. Значит, 23-го в субботу в городе Майкопе будет проведен, и он будет, я думаю, как прошлогодний чемпион, он, ну, не подведет нас, надеемся. И в конце нашей беседы Аслан Гержаноков обратился к любителям шахмат с поздравлениями. 20-го июля был Международный день шахмат. Что могли бы пожелать? Во-первых, поздравляю всех любителей шахмата района с этой датой. Желаю, чтобы они, чистое небо над головой, крепкое здоровье, чтобы буржи, значит, занимались шахматом, приезжали на наши проводимые соревнования, турниры, которые мы проводим. А турниров, как я сказал, уже достаточно, очень много турниров проводится. Но мы будем через газету, значит, информировать, когда что состоится. Кстати, пользуясь случаем, значит, вторая суббота августа, традиционно, это день физкультурника, значит, на территории нашей второй школы Кашкабинской будут проведены спортивные мероприятия, в том числе и шахматы. Поэтому приглашаем всех любителей, с нетерпением ждем, и будем проводить такие соревнования. Продолжение следует...